МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республикам с главными событиями. Пятница вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. С перспективы на экспорт в Чубаксарах прошло заседание Координационного совета по развитию пищевой промышленности. Преображая городское пространство, в столице республики будут благоустраивать дворы. Музыка, жизнь. 35 лет на сцене, отметил детский ансамбль «Эреветь». В России в последние годы большое внимание уделялось развитию сельскохозяйственного машиностроения. Специальные программы, целевые субсидии и уменьшение процентных ставок по кредитам позволили увеличить производство техники в 2,5 раза. Сейчас тот же алгоритм будет использоваться в пищевом машиностроении. Об этом сегодня говорили и на заседании Координационного совета по промышленности, который провел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В работе совета принял участие и полпредпрезидент России в ПФО Михаил Бабич. Большой износ, а чаще даже аварийное состояние оборудования на пищевых и перерабатывающих предприятиях требует кардинальных шагов в этом направлении. Но 87% рынка – это импорт. Задача отечественных предприятий – в ближайшие 7 лет закрыть половину позиций. Пищевое машиностроение имеет огромный потенциал для развития. Это то, что потребляется, востребовано практически каждый день в любой отрасли. Вот оборонно-промышленного комплекса до школы детских садов. Государство готово поддержать машиностроителей субсидиями выплатой процентов по кредитам. Помогут и тем, кто готов работать на экспорт. Им возместят часть затрат по сертификации, патентованию и транспортировке. Поддержку получат не только производители техники, но и те, кто ее использует. 15% стоимости выплатит государство. Инициатива регионов в этом направлении будет поддержана правительством. Сами люди, которые на самом деле интеллектуально подготовлены, свои идеи превращают в разработки, в разработки в реальном секторе экономики работают. Поэтому мы приняли решение, с учетом принятых решений правительством Российской Федерации, мы без торгов на сегодняшний день предоставляем земельные участки под прорывные проекты. В республике Чувашия мы посетили несколько предприятий, которые произвели на меня очень сильное впечатление. Меня приятно удивила и поразила культура производства. Очень сильное взаимодействие науки и промышленного производства. И при посещении данных предприятий я увидел возможные пути сотрудничества нашего региона с предприятиями Чувашской республики. Для оказания консультационной помощи и предоставления займов по аналогии с федеральной структурой сегодня создаются региональные фонды развития промышленности. Павел же в этом направлении лидер из 15 фондов, треть в нашем округе. Я хочу сказать, что у нас появился чемпион из регионов с учетом той тенденции, которая сформировалась в прошлом году по созданию региональных фондов. У нас до этого был Санкт-Петербург с общим объемом в миллиард. Чуваша приняла буквально несколько дней решения назад. Полтора миллиарда рублей фонд развития промышленности. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Как развивается промышленность в республике Денису Мантурову и другим участникам координационного совета демонстрировали на реальных примерах. Прилетев в Чуваксаро, Денис Мантуров отправился на крупное предприятие по производству кухонного оборудования. На какие инновации обратили внимание высокие гости? Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Показывая федеральному министру производственные цеха, руководитель завода часто употребляет слово «уникальный». Аналогов разработкам этого предприятия действительно нет в стране. Этим оборудованием оснащены большинство школьных пищеблоков и ресторанов России. Это шокеры, так называемые. Когда вы берете готовые блюда, если на завтра вам нужно что-то приготовить, у вас большой банкет, 20 уровней берете сюда, замораживаете на двух готовых же блюда. И завтра утром просто опять размораживаете. И можете обслужить одновременно банкет или что-то такое, у больше 200-300 человек и так далее. Это новое слово в технике. Прочно заняв свою нишу на рынке, предприятия продолжают увеличивать экспортные поставки. Без патентов в этой сфере работать невозможно. Конкуренты из-за рубежа, уверяет директор, уже пытались создать точные аналоги чебоксарской техники. Мы сообразили, что паром нагреваться будет быстрее. Под это дело пришлось заказать специальную машину, потому что так никто не делает. И сварка происходит другим образом. Это более прочная сварка. Некоторые иностранные наши партнеры подсмотрели часть, другую часть не подсмотрели. Копировали одну часть, но другую нет. Еще один уникальный участок – специальный пресс для производства пищевых котлов. Новая технология сократила затраты. До этого мы делали его путем сварки. Донышко делается, обечайка делается, потом приваривается. Это долгий был процесс. Кроме того, не обеспечил этот процесс округлости котла. Когда на маленьком котле, это незаметно. А когда есть большой котел и с миксером такие котлы, очень много используется в пищевой промышленности, лопатка будет задевать, потому что никогда округлость не получается. Но возникает проблема с исходным материалом. Качественную сталь приходится закупать за рубежом. В России подходящие листы пока не производят. Решить эту проблему намерены по итогам Координационного совета по развитию промышленности. Федеральный министр отмечает, что отрасли необходимы инновационные методы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич ознакомились с продукцией промышленных предприятий «Чуваши». Выставка расположилась в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Особый интерес участников совещания вызвала продукция предприятий электротехнического кластера. Более 100 тысяч наименований изделий расходятся по всей России. Последние наши события – это «Энергобоскрым», это «Олимпиада» в Сочи, это «Матроны» в Восточной. То есть наши предприятия упускают всю систему защиты и автоматы. Мы управляем всеми энергопотоками. Ближайший цвет – чемпионат метров футбола. Федеральное министерство готово оказать всевозможное содействие для освоения зарубежного рынка. Здесь нужно посмотреть, как нам обеспечить вам поддержку по экспорту. И в части создания, например, авториальных парков, в части зарубежного. Так, раз, значит, как раз компенсация затрат на логистику, на сертификацию своеворонных зарубежных рынков. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рекомендовал внимательно изучить все возможности, чтобы предприятия знали, на какую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать. Родион Альхипов, Андрей Шоклев, Республика. Заседание Координационного совета длилось более трех часов. Предложения его участников лягут в основу программы по развитию промышленности в стране. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу. К 25-му году занять как минимум 50% рынка российского. С учетом того, что есть и экспортный потенциал, а на сегодня из всего объема производства пищевого машиностроения порядка 30%, то есть треть, отправляется на экспорт. Ну и, кстати, вот Чуваш Оргтехника, на которой мы сегодня были, предприятие, которое производит разного вида оборудования и кухонного, и уже двигается дальше по производственной цепочке, отправляется на экспорт в ведущие страны мира. Поэтому это говорит о том, что есть потенциал, есть возможности, и мы в этом году при поддержке и президента страны, при поддержке председателя правительства, запускаем программу поддержки пищевого машиностроения в объеме миллиард рублей. Это только касается компенсации скидок предприятий этой отрасли, которые будут поставлять свою продукцию потребителям до 15% стоимости своей продукции. Если взять за результаты 2016 года и общий объем мер государственной поддержки, больше трети приходится на ПФО. Почему? Потому что активные регионы, полпредства работают, и, соответственно, взаимодействуют, помогают предприятиям на промышленности добиваться результатов. Ну и нужно создавать условия сегодня для того, чтобы наши отечественные предприятия закупали именно отечественную продукцию на пищевое машиностроение. Почему? Потому что действительно инерция большая сегодня в этом процессе, очень много импортного оборудования закупается. Вот мы сегодня на предприятиях, на которых были, и на выставке задавали один и тот же вопрос, какой уровень локализации? 40-60%. То есть огромный потенциал развития для отечественных пищевого машиностроения. Инициатива регионов на сегодняшний день поддерживает федеральное правительство, но и федеральный министр промышленности и торговли, если важно. А касаясь создания благоприятных условий для развития малого бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса, конечно, у нас появилась для этого возможность. Мы создали этот фонд. Есть соответствующее поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы еще, создавая эти условия, дадим дополнительные инструменты нашим бизнесменам. И на прорывные проекты, на инновационные проекты будут выделены соответствующие средства. И на самом деле это очень правильная государственная политика, которая направлена на повышение качества жизни граждан Российской Федерации. Делегаты съезда партии «Единая Россия» рассказали журналистам Чуваши о своих впечатлениях от форума. Секретарь регионального отделения Николай Малов отметил, что определяющей на партийном съезде была атмосфера ответственности за все, что происходит в Российской Федерации и ее субъектах. На съезде определили главные направления партийной работы, задачи региональных и местных отделений «Единой России». Председатель Госсовета Чуваши Валерий Филимонов обратил внимание на то, что теперь Генеральный совет партии не менее чем на 30% состоит из представителей первичных отделений. За пять лет партия смогла реализовать многие проекты. Они уже действуют и приносят реальную пользу. На перспективу созданы новые партийные проекты. «Наш двор», «Парки и театры малых городов», «Дома культуры дворов» и другие. «Партия правительством, прежде всего, защищает, выполняет интересы, жизненные интересы наших граждан, разрешает вопросы, возникающие в обществе. Партия свою деятельность организовывает в виде проектов. Партийные проекты – это инструмент выполнения определенных задач». Преображая городское пространство, в этом году у Чебоксара вступили в федеральную программу «Наш двор». На ремонт и благоустройство выделят около 200 миллионов рублей. О чем мечтают жители города? Какие идеи предлагают архитекторы? Узнавала наша съемочная группа. Территория около дома номер 16 по улице Кадыкова. Качели, детский городок и пара скамеек. Стандартный вид любого чебоксарского двора. Мария Шарова с сыном Федей здесь гуляет каждый день. «Ой, ты мой сладенький. Сейчас немножечко погуляем и пойдем домой. Чуть-чуть осталось сейчас». Площадка находится по соседству со школой. Детей здесь всегда много. Ремонт делали недавно, но в этом году жители микрорайона снова ждут изменения. Их двор включили в федеральный проект. «Я бы хотела, чтобы наш двор был огорожен, чтобы было песочницы, которые накрыты специальными чехлами от кошек и собачек. Стояли красивые клумбы, чтобы дети наблюдали и росли в красивой и безопасной атмосфере. Можно побольше различных разнотипных качелей. Нужно побольше скамеек, чтобы пожилого поколения было где присесть, пообщаться, отдохнуть. Чтобы хотелось выйти во двор и подышать чистым воздухом». Как преобразить чебоксарские площадки? Свои идеи предлагают и архитекторы. Некоторые замыслы уже воплотили в жизнь. К примеру, беседки вот такой необычной формы красуются на улицах Санкт-Петербурга. Так что положительный опыт уже имеется. «Выполнены из древесины. Материал экологичный. Чистый, светлый материал. Очень приветливый во дворе. Очень уютный. Это то самое, что необходимо для двора». Выйти за рамки привычного. Такую задачу ставят перед собой архитекторы. «Современный двор не должен ограничиваться какой-то забитой такой формулой. Турник, качеля, забор. То есть, да, покрашенные маляпистые цвета. То есть, надо рассматривать более широко. А взаимодействие в виде игры должно присутствовать не только для детей. Находясь в среде, где много необычных малых культурных форм, человек будет расти культурно-здоровым, социально-здоровым». Чебоксарским дизайнерам будет, где разгуляться. В проект «Наш двор» вошли 47 дворов и 15 городских площадок, скверов, парков. В формировании списка участвовали сами жители. На данный момент разработан паспорт программы и установлены сроки реализации всех этапов. «В соответствии с паспортом, объекты введены в эксплуатацию до 1 октября 2017 года. Также в соответствии с требованиями, мы должны утвердить правила благоустройства, скорректировать точнее, до 1 октября 2017 года и утвердить муниципальную программу формирования городской среды на 18-22 годы до 30 ноября этого года». Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. «Дидактические материалы по математике, рабочие тетради по английскому и учебники по окружающему миру, издательство «Просвещение». Большинство школ России занимаются именно по этим методическим пособиям. Сегодня Чувашеву посетил руководитель издательства Владимир Узун. В рамках рабочей встречи он встретился с главой Чуваши Михаилом Игнатьевым. «Наша республика была одной из первых, кто опробовал формат ЕГЭ. В сфере образования уделяется огромное внимание», отметил глава Чуваши. «Наши школы занимают лидирующие позиции в топе лучших школ России. Сегодня необходимо делать акцент на более качественную подготовку учителей и модернизацию рабочих классов. Федеральные органы власти готовы оказать в этом поддержку», подчеркнул Владимир Узун. «В силу того, что последний год республика показывает устойчивый темп роста как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, в экономике, то наша первоочередная задача оказать содействие через систему обучения и воспитания, начиная с раннего детства, республики в части подготовки честного капитала». Повышать квалификацию учителей ОБЖ об этом вчера говорили на встрече заместителя председателя кабинета министра Чувашской республики руководителя администрации главы Чувашской республики Юрия Васильева с представителями Минобороны России. Обсудили итоги проверки эффективности работы по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Представители Минобороны отметили, что военно-патриотическое воспитание в республике ведется на высоком уровне. Чуваши – один из немногих российских регионов, где традиция проведения финальных республиканских игр юно-армейского движения «Зарница» и «Орленок» не прерывалась почти 50 лет. Развивается кадетское движение, в этом году начнется строительство нового здания кадетской школы. Хорошо зарекомендовала себя практика организации пятидневных сборов на базе одной-двух образовательных организаций, которая позволяет охватить большое число учащихся. В минувшем году учебные сборы прошли более пяти с половиной тысяч школьников и студентов. На встрече было отмечено, что на базе Чувашского республиканского института образования будут организованы курсы для учителей ОБЖ. Сегодня день воинской славы России установлены в честь полного снятия блокады Ленинграда. Более двух лет, с конца 1941 по январь 1944, город был отрезан от страны и от жизни. Почти 900 дней Ленинград боролся. Запасы продовольствия были незначительны. К тому же, большая их часть погибла во время прицельных бомбежек. Сообщение с городом было прервано в октябре 1941 года. Уже в ноябре начался настоящий голод. Минимум хлебного пайка 250 граммов рабочим, 125 – иждивенцам и детям. Единственной ниточкой, связывающей Ленинград с большой землей, стала дорога жизни, проходящая по льду Ладожского озера. По ней блокадникам доставляли небольшие запасы пищи, медикаментов, вывозили гибнущих от голода и холода людей. Всего около полутора миллионов человек. В Чувашии открылось несколько детских домов для маленьких блокадников. Самой большой – в селе Ишаки Чебоксарского района. Военные годы стали школой дружбы чувашских и ленинградских детей. Не было кушать. Все равно мы детдомовцев, ленинградцев. Носили одну картошку или что. Ну, что есть, для кушания тоже помогали. Ну, не помогали, а делились. Едва оправившись от голода и болезни, маленькие ленинградцы активно включились в колхозную жизнь. Наравне с местными ребятишками они помогали взрослым ковать победу в тылу. Мы кроликов выращивали, кто-то чего, кто траву рвает, кто чего. Потом у нас за орехами мы ходили, для совхоза собирали. Желуди мы собирали для свиней. Картошку ходили, копали, собирали. И там же пекли, ходили с черными вертами. Вот, эти жернышки собирали мы, колоски. Мы как-то были все время заняты чем-то. Ленинград навсегда останется символом истинного мужества и героизма. Практически все время работали школы, больницы, театры, библиотеки. Умирающие от голода люди сохранили весь семенной фонд Всесоюзного института растений и отства. Спасли редких животных в зоопарке. Врачи и городские власти не допустили серьезных эпидемий. В битвах за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за все время войны. Вот почему петербуржцы считают 27 января своим Днем Победы. 35 лет на сцене под трели свирели. И не только. Ребята из ассамбля «Эреветь» умеют играть на самых разных музыкальных инструментах. Живую музыку слушала моя коллега Татьяна Раевская. Именно баянисты начинали творческую летпись ансамбля «Эреветь» в далеком 1981 году. Сейчас в коллективе уже полсотни артистов, которые играют на 30 музыкальных инструментах. Ребятам удается извлекать мелодичные звуки из таких необычных предметов, как дрова, топор, ухват, коса и даже сковородка. Руководитель коллектива Сергей Федотов не устает придумывать оригинальные аранжировки народных мелодий. То, то мы к нам ребята проходили сами из города, потому что в городе не было такого коллектива, чтобы играли ребята на гармошке. И когда у нас появился ребят, нас хватали все по рукам. Было очень много концертов. За 35 лет ансамбль стал узнаваемым. У него свой стиль, своя музыка, свой репертуар. Артисты выступали и в глухих деревнях, и в интернатах, домах престарелых, и на заводах, и на самых больших концертных площадках страны, и даже за ее пределами. Мне здесь вообще нравится заниматься, здесь комфортно. Это как второй дом мой. Мы бывали в разных поездках, также за рубежом. Но больше всего мне понравилась поездка в Уфу. Нас очень тепло приняли. Ансамбль – многократный лауреат международных, всероссийских, республиканских фестивалей, конкурсов и марафонов. В копилке множество наград. Но ребят не стоит на одном месте, а продолжает развиваться с каждым днем. И его участники уверены, впереди немало новых достижений и наград. И, конечно, концертов для любимых зрителей и слушателей. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Рассель Мухаммедов, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Впереди еще блок «Полезная информация». Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. Это вообще один из наших первых клиентов, когда мы еще даже не было мебельной фабрики Демира. Когда мы только-только начинали. Спасибо огромное за доверие. Спасибо большое. В одной квартире мы почти всю мебель заказали у них. Потому что у них мебель очень хорошая, нравится, удобная. Вот это прихожая, это мы все заказали у них. Почти все туда поместилось. Зимние вещи и летние вещи. Для женщины самое главное, конечно, кухня. Это, где можно кормить свою семью, готовить удовольствие. Мне очень нравится эта пухня. И она очень удобная. Это для женщин-чанки. Более большое удовольствие. Это у нас шкаф-кладовка. Это нам тоже сделали компанией Демира. Здесь у нас хранятся все наши запасы. Эту гостиную шкаф мы сделали компанией Демира. Удобно много места не занимает. Красивая декорация. Нисколько не жалею. Даже готова еще заказать. У меня есть в планах. У нас еще в деревне дом. И там надо еще в дом обставлять.